В век модернизации и повышения уровня комфорта жизни встречаются места, где не спешат идти в ногу со временем. Так, привокзальная площадь железнодорожного вокзала в Голицыне стала поводом для беспокойства местных жителей и гостей города. Глава округа Андрей Иванов приехал на место, встретился с инициативной группой и задал вопросы ответственным лицам. У вас как выстроена эта работа? Кто отвечает, давать, не давать эту землю? Давать, не давать. Если давать, то что делать, где регламент по самой палатке, какого она должна быть, вида, качество. Железнодорожный вокзал Голицына – уникальный исторический объект – ворота города. Через него ежедневно проходят сотни людей. Однако в последнее время привокзальную площадь и подход к перрону заполонили торговые ряды. Здесь все выдвигается и проход буквально два метра. Поэтому сегодня все так, скажем, приготовили для вас специально, но по факту здесь по-другому. Кроме того, жители просят построить подземный переход. Больше всего в нем нуждаются возрастные и маломобильные граждане. Советская поликлиника из Свердлово. Вот я сейчас. Конечно. Вот еле докосыляла. Пока перейдешь, это с ума сойти можно. Нам нужен подземный переход. Территория железнодорожного вокзала принадлежит РЖД. Однако забота о гражданах – общая задача. Глава округа сказал, что возьмет эту ситуацию под особый контроль. Здесь, соответственно, просить и транспортную прокуратуру, и прокуратуру, чтобы на все эти вещи реагировать. У нас инструментов нет, но мы понимаем, что мириться с этим нельзя. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова